В башне Кикен-де-Кёк открылась выставка выдающегося эстонского художника-графика Влада Станишевского под названием «Код художника», на которой представлены его работы разных лет. Многие выставляются впервые. Музыка, поэзия, философия в этом пространстве объединяется всё. 2017 год – это юбилейный год Влада. Владу исполнилось бы 70 лет. И, начиная этот год, мы начинаем череду юбилейных выставок, которые первые проходят в Таллине, потом будет в Петербурге выставка, потом огромная выставка будет в Москве, в эстонском посольстве. У художника-живописца, например, в палитре семь цветов. И он распоряжается ими как угодно. Там столько оттинков можно получить. У художника-графика одна чёрная линия. И вы посмотрите, вот с помощью одной чёрной линии, каких великолепных тональностей достигает Влад в своих работах. Я говорю и об иллюстрациях, и о станковых вещах, и об экслибрисах, потому что это всегда какие-то находки, это всегда невероятное техническое мастерство. В таком маленьком квадратике, вот каким является этот экслибрис крошечный, он умеет вложить, ну, просто историю, эпоху, время, какие-то совершенно потрясающие реминесценции, которые каждый человек для себя открывает заново. Сам Влад Станишевский от своей работы получал истинное наслаждение, не чувствуя напряжения и усталости. Главная радость для меня включить Моцарта, Бетховена, сидеть и работать за столом, вот, и рано утром, конечно, когда солнышко встаёт, когда весь дом спит, вот, я подхожу к столу, сажусь и начинаю потихоньку работу, конечно, начинать тяжело, но потом, когда разойдёшься уже, входишь в этот раж, рабочее состояние, это, наверное, наивысшее наслаждение, которое испытывает человек в своей собственной жизни. Это, наверное, ну, ещё любовь, как говорят, любовь до музыка, как Пушкин говорил. Вот первый номер 94-го года – это «Крылатая муза» Влада Станишевского, которая сразу как-то осветила духовный мир журнала и которая сразу запомнилась читателям. Это наш символ. Даже когда муза сошла с обложки, она на титульном листе у нас до сих пор в журнале. Люди, которые были близко знакомы с Владом и работали с ним много лет, помнят его как необыкновенно светлого человека. Вопреки серьёзным темам в творчестве, в жизни он был очень добр, любил шутить и улыбаться. Вот Влада я запомнила таким очень светлым, очень радостным человеком, который однажды сказал, что и жизнь, и смерть, и искусство – это всё входит в одно пространство. В творческом пространстве Станишевского концентрированная интеллектуальная атмосфера, подпитанная фундаментальными знаниями во многих областях культуры. Восприятие его произведений предполагает напряжённую работу встречной мысли. Вообще, наверное, все работы – это загадка, которую постоянно можно открывать для себя и наслаждаться, в общем-то, искусством этого мастера. Это правда. А как вам кажется, мы эту загадку когда-нибудь сумеем разгадать? И нужно ли это? Я не знаю, вообще-то искусство – это всегда загадка, правда, и пусть она всегда остаётся. В 2011 году Геннадий и Елена Мелешко снимали фильм о Владе Станишевском, который они назвали «Неоконченный разговор». Уход Влада прервал съёмки, но фильм вышел. При его эрудиции, при его просто беспощадном отношении к профессии, к вот этой высокой творческой планке, к его знаниям в области поэзии, музыки, литературе, понимаете, с ним можно было говорить абсолютно обо всём. И говорил он просто, он говорил интересно, его хотелось слушать, его хотелось спрашивать, после этих разговоров хотелось о чём-то задуматься, о том, о чём, может быть, ты не задумывался, или поговорить о том, о чём с другим человеком было поговорить невозможно. И этот фильм, говорю, что это я почувствовал ещё другое, что у него накипело. Он как чувствовал что-то, что ему надо выговориться. Там был момент во время съёмок, когда мы в комнате остались с ним вдвоём. И я как бы снимал кадры, снимал именно для фильма момент его работы, за его рабочим столом, и он заговорил. И вот тот текст, который я услышал, тот его монолог, в общем-то, это была какая-то суть, такая квинтэссенция, можно сказать, всего того, что он не успел сказать вот к этому моменту. Это было такое просто откровение, просто откровение, которое в фильме прозвучало, и было такое ощущение, что я не знаю, вот чувствовал он это или нет, что ему осталось немного ещё жить среди нас, что он это должен сказать, он это сказал. Для меня главное, чтобы сохранились доски после моей смерти. Основное меня абсолютно не волнует. Ни книги, ни квартиры, ни дачи. Вот, потому что на самом деле доска – это вечность. А больше меня ничего не интересует, вот честно могу сказать. Уйдя из жизни в 2011 году, Владислав Станишевский оставил нам своё огромное графическое наследие. Его искусство опередило своё время, вернее, оно вне времени. Он подобрал свой код художника, который для нас останется неразгаданным. Но прикасаясь к его работам, мы чувствуем внутреннюю гармонию и покой. Гармонию, которую он нашёл. Гармонию надо искать и находить. Если ты внутренне гармоничен, как человек и как художник, то мир всегда тебе ответит тем же самым, той же самой гармонии. Поэтому возникает такое слияние и радость от того, что ты живёшь на белом свете. Субтитры создавал DimaTorzok